Операторы иностранных компаний ищут ракурсы, говорящие без слов. Олимпийский новострой интересует их мало. Сочи пока похож на зону. Город в стальном кольце спецслужб радиусом 100 километров от центрального вокзала. Патрули ходят. Два полицейских и два казака ходят. Причем буквально через каждые 150 метров такие патрули. Проезжаешь по центру, на каждой остановке по милиционеру. 37 тысяч полицейских по одному на 10 иностранных гостей должны внушать спокойствие, но выходит наоборот. Мне кажется, что закрытие города это скорее какая-то демонстрационная мера, которая показывает миру, что здесь просто практически какой-то концлагерь, через который мышь не проскочит. И второе, она как-то унизительно, мне кажется, ударяет по жителям России и Северного Кавказа вообще, которые не могут туда подъехать и буквально могут смотреть из-за решетки на происходящее там. Писатель и политолог Юлия Юзик, автор книги «Невеста Аллаха», допускает наличие спящих террористических ячеек в курортном центре Кавказского региона и боится оказаться правой. Серьезные террористические организации, если они что-то готовили, то они вполне могли сделать это в течение последних пяти лет, как минимум. Серьезной силой считается и Марат Кавказ, бандформирования Дока Умарова, который обещал сорвать Олимпиаду еще прошлым летом, а планировал, вероятно, несколько лет назад. Западные аналитики именно ему приписывают предновогодний взрыв Волгоградского вокзала. Террористы обнаружили слабое место в тысячи километров от защищенной федералами зоны и могут найти еще. По данным доклада российского центра политинформации, члены и Марата могут скрываться даже в Панкистском ущелье Грузии. И оттуда, через села нестабильные и мало кем признаны Абхазией, просочиться в Сочи. Причем пешком, потому что движение частных автомобилей от Абхазского Сухуми до Сочи полностью прекращено. На территории приглушенного грузин-российского конфликта находятся не только войска армии Российской Федерации и местные коррумпированные чиновники, но и тысячи тайно или явно несогласных с оккупацией. Очень важно помнить о том, что всего в пяти минутах езды от Олимпийской деревни находится регион, который абсолютное большинство стран мира считают неотъемлемой частью другого независимого государства, но который, тем не менее, находится под военной оккупацией Российской Федерации. В этом регионе расположено несколько тысяч, по разным данным, до 7-8 тысяч российских военных военнослужащих. В нарушении международных договоренностей этот регион признан оккупированным регионом в первую очередь Соединенными Штатами Америки, также Европейским парламентом, многими другими государствами. Александр Ломая, бывший представитель Грузии в ООН, недавно назначен старшим офицером Организации Объединенных Наций по политическим вопросам. И к его оценке ситуации здесь привыкли прислушиваться. В год на Северном Кавказе в результате насильственных действий, взрывы, теракты, военные действия, погибнут в год до 700 человек. Это и российские военнослужащие, и местные повстанцы, и местные официальные лица и так далее. Сочи – это не Калгари, не Солт-Лейк-Сити и не Лейк-Плэссид. Американский Олимпийский комитет вынужден признать, что безопасности в Кавказском регионе много быть не может. Спортивным командам разрешено заключать частные контракты с охранными фирмами. Бостонская компания Global Rescue, одна из самых опытных в этом деле, взялась за дополнительные тренировки лыжников и бобслиистов. Теперь им надо уметь группироваться не только на крутом вираже. В телефонном разговоре с RTVI управляющий директор компании неохотно раскрывает некоторые детали. Мы не комментируем детали по обеспечению безопасности наших клиентов в Сочи, но в общем мы работаем сейчас в двух направлениях. Первое – это подготовка команд к поездке и нахождению в опасном регионе, то есть тренировки и обучения спортсменов самостоятельным действием в экстремальной ситуации. Второе – это реакции на ЧП. И в этом будет задействован наш персонал, который вылетит в Сочи вместе с командой. Наши люди будут координировать передвижение подопечных, обеспечивать заботу о раненых, если такие будут. В крайнем случае возможна эвакуация жертв по воздуху и морям. Маршруты отхода отрабатывают федеральные службы в сотрудничестве с российскими коллегами. Но лыжи уже невозможно повернуть назад. 6,5 тысяч спортсменов из 85 стран решили встать на скользкий лед опасной Олимпиады. Им даже не надо оформлять визы. Достаточно российской аккредитации и спортивной смелости. Елена Мещерякова, Александра Агиенко, телекомпания RTVI, Нью-Йорк, Москва, Сочи. Продолжение следует...